Библиотека открытым оком, топ 2. Тема природа, вопрос 608. Рядом с нами на даче сосед безбожник и хулитель, но у него все растет хорошо и даже лучше нашего. А отец наш рассказывал, как они трудились надрывать, и отец наш рассказывал, как они трудились надрывались, и какие хорошие урожаи были у них. Они всегда Богу молились и дома, и на пашне, но вот их раскулачили, образовались колхозы, основанные на награбленных, на костях верующих и зажиточных. Никто лба не перекрестит, а урожаи у них стали еще лучше. Почему так происходит, как будто Бог за них? Отвечает Игнатий Тихонович Владкин. Один из зажиточных в романе Шолохова «Поднятая цельна» выражает эту мысль так. «Скажи ты на милость, что бы они ни посадили, будь эта власть трижды проклята, все растет. Пашаничку нашу продают за границу, катаются на антомобилях со стриженными бабами. Почему?» Солом 72, стихи с 1 по 22. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращаются народ его и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки семь, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли? Я очищал сердце мое, и мывал невидности руки мои, и подвергал себя ранами всякие день и обличениями всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы предродом сынов твоих, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие, и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их, и не звергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидения по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Чтобы уразуметь кажущуюся несправедливость, псалом певец должен был пойти в храм Божий и вникнуть в историю своего государства. Приводя на память путь святых мужей, рассуждать иначе, завидовать безумным, как он называет их, значит быть виновным не только против Бога, но перед родом сынов твоих. Пред всеми угодившими Богу этой несправедливости со стороны Бога по отношению к неверующим был подавлен разум многострадального Иова, и он бросает Богу упрек за упреком в этой несправедливости. Иов, 21, 7 по 16 стихи. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, дети их с ними пред лицем их, и внуки их пред глазами их, да мы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Бол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает, как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос симпана и цитры, и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье, и мгновенно не сходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих, что все держите, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему, видишь, счастья их нет, их рук, совет нечестивых будь, далек от меня. Яна Москаменский называет мы отцом мировой педагогики, делает подробный анализ об этих нечестивых, мучения которых иногда начинаются уже на этой земле, как у Ирода и Иуды, а у иных только за жизненной гранью, как у богача в притче о Лазаре. Бог милосерд. Он ждет грешников, зовет их, ублажает урожаями земли. Деяния 14, 16-18 стихи, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей весельем сердца наши. Матфея 5, 5. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных. Это явная, вопиющая несправедливость со стороны Бога рассматривается Иоанном, Златоустом, как наилучшее доказательство того, что будет праведный суд Божий. И вот почему. Бог есть справедливость, и у Него нет неправды. Он каждому воздает точно по делам Его. 2 Коринфянам 5, 10. Ибо всем нам должно явиться присудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Ну вот мы видим, что праведник умирает в страданиях и великих недостатках, не имея хлеба насущного, а грешник упивается, пишет свой каждый день блистательно. Лука 16, 26. Если все рассматривать только в пределах досмертной черты, то справедливости на земле нет. Это подтвердит каждый. Повторим еще раз, что Бог есть справедливость. Это Его свойство неизменно. Этот мир сотворен им и во вселенском масштабе все закончится знаком равенства, то есть справедливости. Так когда же она восторжествует? Ясно, что только в загробном мире. А это значит на страшном суде. Псалом 36, 1. Не ревнуй с злодеем, не завидуй делающим беззаконие. Два родных брата, все у них одинаково, даже количество детей, но один верит в Бога, а другой не верит. Верующий брат каждое воскресенье ездит в храм Божий за 60 километров, а воду ворыки пускают именно в этот день. Не нужно догадываться, какой будет урожай у каждого из них в осени. И безбожник посмеялся, доездился к своему Богу по воскресеньям. Подсчитай, сколько ты потерял. Я знаю и вижу это, но кроме того, я также знаю, что Бог будет подсчитывать в ином воскресенье и иной урожай. Их дети дружат между собой. Сделав металлические крючки, они подцепились в грузовой машине, но на повороте их выбросило под встречный транспорт. И вот теперь подсчитайте и посмотрите разницу между ними. Верующим это сообщили. Как только он возвратился из церкви, он сразу же пошел в морг, посмотрел и тут же помолился Богу о упокоении души отрока. Скорбящее сердце его не сказало ничего худого. Бог дал, а Бог взял. В доме же неверующим был травм. И хозяина едва спасли от самоубийства. Он страшно постарел и запил. И все время роптал на Бога, в которого не верил. Мой Алешка получал призы на математических олимпиадах. Он подавал такие надежды. Но почему он, а не у соседа, пьяницы? Это творишь, как Анапат и Ванька. Притча 24.19. И негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым.